Приветствуем вас на стенде Литрес и сегодня у нас в гостях Яна Егорова. Добрый день, Яна. Добрый день. Да, и хочется первый вопрос, наверное, начать такой самый банальный. Закончилось лето, как провели его и вообще вот что для писателя, современного писателя лета? Это пора большой творческой работы или наоборот позволяете себе время отдыха? Ну, на самом деле, отдыха этим летом было очень много, именно благодаря тому, что я уже полностью ушла в писательство. Вот, так что спасибо. Ну и да, вышло несколько книжек, но сейчас вот к осени я активизируюсь и начинаются новинки. Да, вот мы видим у нас на экране, собственно, новый роман ваш «Скрам». Расскажите о нем. Может быть, не все как бы знают из посетителей. О чем эта книга? «Скрам» — это, скажем, мой такой полноценный опыт в жанре детектива, потому что обычно я пишу больше эротическую литературу, больше о любви. Но в любом случае даже вот в нашумевшей моей серии о «Темной комнате» присутствует детективный сюжет. Он, в общем-то, в любой книге моей присутствует. И вот я в «Скраме» попыталась полноценно уже задеть эту тему. Вот вы активно публикуетесь в формате «Литресс-шерновики». Расскажите о вашем восприятии этого. Насколько, может быть, перспективнее и интереснее для читателей получать порционно роман, а не все сразу? Ну, во-первых, наверное, есть в этом какая-то изюминка — читать по чуть-чуть. Как, знаете, можно чего-то вкусного съесть много и сразу, и не распробовать, а можно по чуть-чуть, капельками-капельками ждать. И плюс, насколько мне рассказывают мои читатели, это очень здорово. Ты как будто находишься с писателем на одной волне, потому что ты знаешь, что он пишет это прямо сейчас. То есть это не когда-то там год назад написанная книга. Эта история создана сейчас, придумана сейчас. Значит, это его настроение на сегодняшний день. А где вы знакомитесь с отзывами читателей? Может быть, вы в соцсетях напрямую общаетесь или смотрите на сайтах издательств? Везде абсолютно. И мне часто пишут и в личку в социальных сетях, меня находят. И днем, и ночью пишут и требуют продолжения в Черновикар. Покоя нет никогда. Традиционный еще вопрос. А как вы тут пришли к писательству? Что послужило таким толчком, что вы решились написать и опубликовать свою первую работу? Ну, история на самом деле банальная. Я слышала по рассказам других писателей, в общем-то все об этом говорят, что не было книги, которую я бы хотела прочитать, под которую я мог бы отдохнуть, скажем. Потому что я больше люблю детективы, больше, ну, если для себя, то бизнес, литература из романов. Мне очень многое не нравится. Естественно, что мне хотелось написать историю для себя. Ну, оттуда все и пошло. Но об этом действительно говорит каждый писатель. Ну да, вы известны как мастер эротической прозы. Мастер эротической прозы. Да, интересно перейти к этой теме. Есть такое мнение, что русский язык, он не очень приспособлен, в отличие от английского, к описаниям вот этих, скажем, любовных сцен. То есть язык то ли скатывается в медицинские термины, то ли в какую-то обценную лексику. Вот в чем ваш секрет? Потому что я по отзывам посмотрел. Действительно вас хвалят, что это деликатное и в том числе чувственное описание. Вот как вы нашли вот этот рецепт? Вы знаете, наверное, первую сцену мне было очень сложно написать. Потому что почему-то кажется, что все будут ассоциировать это с тобой, что это вот именно вот так у тебя и происходит. И потом, чтобы преодолеть этот барьер, я поставила для себя задачу и написала скандальную такую книжку, очень смешную, 25 раз за двое суток, где я поставила для себя задачу сделать все 25 сцен разными. И у меня это получилось. Но потом, хоть это и все и получилось, сделала для себя вывод, что нужно заострять внимание все-таки на чувствах, на мыслях героев друг о друге, о том, что они думают в этот момент и так далее. И на самом деле там не так много слов получается, да, и это совсем несложно. А кто вот в этом контексте ваш читатель? Это преимущественно женщины или мужчины тоже? Все. Причем всех возрастов. Мне пишут абсолютно разные люди. Я удивляюсь на то, насколько оно от и до уходит, да, и поэтому аудитория широкая. Мужчины иногда удивляют. Иногда удивляют, когда тоже могут написать в личку и еще так критиковать моего героя, ну, как вы могли. Ну, так же не бывает и так далее, да. То есть я так не видела статистики, но думаю, что и тех, и тех всех много. Да, и вот в контексте тоже отношений общественного к эротической литературе, вот если бы я сам решил написать, наверное, я первый подумал, ой, что скажет об этом моя мама? Ну вот, и есть ли такая вот проблема, что восприятие вашими, ну, родными, друзьями того, что вы пишете, как бы какой-то негатив? Или все с пониманием относятся, что это всего лишь творчество? Ну, про маму могу сказать, что, наверное, почти все мои книги она прочитала. Я не буду озвучивать, что она сказала, но ей понравилось. Вот, про остальных. Это так только, наверное, кажется снаружи. Вот это вот на первой, поскольку у меня уже все-таки 30 книг, да, как бы. Это на первой книжке, на второй кажется, ну, вот, все на меня посмотрят, все вот как-то так подумают что-то, что это я, что это мое какое-то вот внутреннее. А потом, нет, на самом деле, если человек прочтет, то он не будет ассоциировать себя с этой книжкой. Ты отдельный человек. Абсолютно. На эту тему есть, кстати, смешной эпизод из жизни. У меня есть подруга, которая читает все мои новинки. Причем я ее вперед в WhatsApp отправляю вперед всех. И мы как-то поехали отдыхать. И она сидит, кликает, обновляет приложение. Говорит, ну, где, где прода? Я говорю, ты что, какая прода? Мы же с тобой сидим, вот, кушаем, пьем. Ну, мало ли ты когда опубликовала уже, да. То есть никто не ассоциирует, на самом деле. Да, есть где-то как-то, ты говоришь, да, я пишу книжки. Но такое ощущение, что, ну, как бы никто это не воспринимает серьезно все равно. Ну, сейчас мы живем в эпоху, в общем, давления визуальной культуры. И, в общем, люди как бы смотрят более легкий формат в плане того, что сериалы, фильмы. Насколько вот остается востребованный вот этот жанр именно эротический, именно в прозе, а не все-таки, как бы, в более простом каком-то визуальном виде фильмов и сериалов. А я думаю, он востребован во всех направлениях. Потому что, ну, в прозе обязательно востребован. В прозе ты можешь, когда ты читаешь, ты можешь сам себе додумать, да. И если автор не ударился в большие описания героев, то, чего я стараюсь избегать, он включает фантазию читателя, и читатель видит то, что он хочет видеть. Поэтому и проза, на самом деле, очень и очень популярна. Просто об этом... Но самое смешное, что комментировать люди не очень любят это. То есть они могут себе написать, они могут тебя поздравлять с днем рождения и так далее, но они никогда не расскажут, не покажут, не засветятся под твоей книгой. Да, вот у меня есть несколько книжек, скажем, более острого характера. Их вообще очень мало комментируют. Но по продажам и прочтениям я вижу, насколько они популярны. Да, то есть получается вот такой, как бы, в принципе, элемент стыда до сих пор в обществе присутствует. Что, как бы, признаться, что да, мне интересна литература, где там описываются и в том числе и эротические моменты, и в этом нету ничего зазорного. То есть все еще людям непросто? Нет, и не просто, скажем так, они просто используют возможность, которую им дарит сайт, это оставаться анонимными и читать то, что им нравится. А зачем лишний раз как-то озвучивать это? Да, вот в других интервью вы упоминаете, что у вас в жизни два важных города, Рига и Париж. В Риге вы родились, а в Париже что произошло? В Париже так получилось, что, ну, я не буду в это вдаваться. Я жила какое-то время, и то, что может быть интересно, скажем, со стороны писательства, мне там было очень скучно, я организовала женские журналы. В какой-то момент у нас было больше 24 пишущих авторов. И вот это был год, когда я встречалась активно с женщинами, причем женщинами абсолютно с разных уголков земного шара, которые переехали в Париж, кто-то вышел замуж, кто-то работает, кто-то учится. И мы встречались, и каждая рассказывала свою историю. И каждая рассказывала о том, вот это, кстати, стало действительно переломным моментом в писательстве, рассказывала, почему она поехала за границу, почему она искала именно мужа иностранца, и что в результате она нашла. Я не буду это озвучивать, но после этого я поняла, что наши мужчины лучшие. И в моей книге, хоть я сама, скажем, вот это, кстати, интересно, я сама, получается, живу не в России, но я пишу про русских мужчин исключительно. Хотя могла бы воспользоваться этим и писать, потому что ту кухню я знаю, и знаю очень не понаслышке, и мне легко о ней писать, но я не хочу. Потому что считаю, что все равно наши лучшие. Да, ну это прям удивительное мнение, потому что часто вот в интернете, особенно там в российском, соответственно, сегменте пишут, что вот российские мужчины не умеют ни красиво ухаживать, ни следить за собой, они там не очень опрятные, а вот то ли дело иностранные мужчины в Европе, они как бы все красавцы, и все очень галантные и готовы ухаживать. То есть получается это все не так, да? А вы знаете, для нашей женщины, наверное, лучше, и, ну уж, простите, сексуальные, неотесанный медведь, чем абсолютно... Вот я жила в Париже, и это тот момент, как ты видишь этих мужчин каждый день. Ты выходишь на прогулку, и ты их видишь. Вот это вот ароматы каких-то запредельных одеколонов, эти дорогие костюмы. И все наши женщины говорят, с ними скучно. С ними скучно. Они не знают, что такое 8 марта. Они не понимают, зачем дарить цветы. Они не платят за меня в кафе. Если мне плохо, мне ничего не... Чаще всего мне ничего не принесут, не подадут, не вылечат и так далее. И я, честно, они хорошие парни, на самом деле. Ничего плохого я там не увидела. Они любят маму, они любят семью. Но, скажем, лично мне хорошо здесь. То есть я свое больше вижу. Мы можем и в лес пойти, и, не знаю, на медведей посмотреть, что угодно. Они этого не понимают. И мы этого не можем понять. Мы не можем понять, как это экономить. Потому что женщина, если ее любят, наша женщина, она привыкла, что на ней ей подарят классный букет. Лишний раз какой-то комплимент сделают. Не будут говорить, а я там тебе на скидках купил. То есть этого не скажется никогда. Есть те грани, которые мы понимаем друг с другом. Они воспитаны просто... Они неплохие, просто воспитываются по-другому. Поэтому так вот и выходит. Да, и очень интересное мнение. Расскажите, как вы, как автора, относитесь к проблеме феминитивов в русском языке. И сейчас с волной феминизма требуем женщин использовать название профессий. Ну вот, опять же, не автор, а авторка и другие. Насколько вы поддерживаете необходимость введения, может быть, иногда искусственного, вот этих слов? Вообще не поддерживаю. Мне очень нравится то, как есть. Французы тоже отменили мадмуазель. Скажем, более новое поколение, они не хотят этого. Они только мадам, мадам. Что такое мадам? Девочка идет, молодая девушка идет. Что значит мадам? Мадмуазель. То же самое здесь. Нет, мне нравится все, что есть. Я часто возвращаюсь к истокам в книгах. И все-таки я, наверное, такая черепаха-тортилла, которая любит все, что было до того. А вы помните первые ваши писательские опыты, может быть, в детстве? И о чем это было? О чем вы сочиняли? В детстве я любила сочинять какие-то отмазки для мамы, где я что и как пропадала. С писательством столкнулась. Не с писательством. Сначала тексты были, я попала в рекламу, и там нужно было много чего писать. Потом мне это надоело. И вот мы создали журнал, и там я писала очень много статей. И вот оттуда вышло то, что я хочу написать свою книгу. То есть уже прочувствовав. Ну и в школе сочинения у меня отлично получались. В одном из интервью вы отметили, что на пятой книге случился творческий кризис, и было тяжело как-то продолжить. И вот что можете посоветовать другим писателям, или, может быть, начинающим, которые первую книгу пишут и застряли? Как преодолеть вот эту точку? Мой творческий кризис, он случился из-за того, что, во-первых, на автора очень влияет все, что с ним происходит. Меня в тот момент выбило из колеи, я еще работала, и выбило очень нехорошее поведение клиента с подчиненными. И я преодолела это в том, что я написала о нем книгу. То есть я его высмеяла там и отослала ее его подчиненным. Но на самом деле помогает то, нужно все отбросить, убрать плохие настроения, убрать все, что тебе мешает, и полностью погрузиться в книгу. Авторам часто не хватает просто веры в себя, и поэтому они пытаются все вместе делать, и на работу сходить, там на тебя кто-то накричал, и все. А ты, книга — это эмоции, особенно если мы говорим о любовном романе. Это твоя эмоция, как ты можешь написать книгу, когда ты сидишь, тебя трясет, тебя только что, не знаю, ну, допустим, работодатели очень любят там упускать ниже плинтуса. Даже если ты умный, но они, их цель как бы понизить твою стоимость, но они же выбивают тебя этим из колеи, ты все равно в это веришь. Часто ли происходит, что персонажи, вернее, не персонажи, а живые люди, которые вас окружают, попадают персонажами в вашей книге? Всегда. Мои знакомые поначалу задавали вопросы, когда узнали, что я пишу, они говорят, а ты обо мне тоже в книге напишешь? Конечно, я напишу по другим именям, но, естественно, вот твой поступок какой-то, да? Ну, давай я тебе еще что-нибудь расскажу. То есть, ну, на самом деле, да. Ну, и обратно, узнавали ли люди себя в книгах задним числом, прочитав, что, ой, так это же я? Нет, нет, на второй, на третьей главе все уходят абсолютно в сюжет, и нет такого. Я говорю, что, либо, если ты человека зацепил, он уже там, все, он под конец книги, ну, это, наверное, где-то был я, но где я не нашел. А в каких жанрах вы вообще хотели бы писать и вот в дальнейшем развиваться как автор? Сейчас у меня получается так, что я пробую «Детектив». Вот сейчас у меня тоже новинка вышла, называется «Без вести». Я хочу продолжить все-таки «Детектив», потому что я его люблю. И если мы говорим о любовном романе, то, скажем, не всегда это хорошо, когда книга только об отношениях. Интересно, когда там что-то происходит, да, и «Детектив» дает такую возможность. А дальше просто под жанр того же, той же любовной литературы, и пока я никуда не хочу уходить, мне в этом возрасте комфортно с ней. И сейчас я себя так чувствую. Может быть, когда мне будет лет там 120, да, и я захочу, не знаю, там, в науку пойти, но ученый из меня никакой. Я, честно, знаю о себе все, поэтому, наверное, здесь и останусь. Ну, если бы вы могли выбирать то, и были бы, как бы, соответственно, предложения, то какой бы из книг ваших вы бы выбрали для экранизации? И, опять же, какого бы режиссера могли бы позвать для работы? Ну, если прямо вообразим, что любой бы согласился. А вы знаете, вот здесь, кстати, я могу сказать очень такую интересную вещь для любого автора. В любом случае, конечно, я хочу все книжки экранизировать, и не потому что это, скажем, какая-то жажда быть популярным, а это возможность увидеть чужими глазами свою историю. И вот первый такой опыт я получила как раз с литрес-чтецом, да, когда другие люди озвучивают твою книгу, и когда они пытаются ее озвучивать по ролям, и то, как они ее видят, тебя это заставляет очень сильно размышлять, да, потому что читатель, просто читатель, скажем, он получил эмоции, и все, он не хочет возвращаться к этому, он отдохнул. А чтец, он ее прорабатывает, точно так же, как проработает режиссер. Поэтому хотелось бы, конечно, все книги, просто даже из любопытства. Кто бы какой режиссер... Иногда, знаете, бывает так, что именитый режиссер может снять совсем плохой фильм, потому что ему сюжет не нравится. А новичок может отснять, потому что это будет его первый фильм так, как никто и никогда, и стать на этом звездой, да, То есть... Тогда такой вопрос, а есть ли у вас любимые фильмы в жанре романтических? Мелодрамы? Ну, что-то, на что вы тоже ориентируетесь, как эталон на того, как показывают чувственные отношения? Ну, всех, конечно, ждут, что я сейчас назову 50 оттенков, но я бы их назвала просто из-за масштабности. Почему? Потому что во всех моих книгах есть обязательно экшен, есть какие-то суперсцены, да, когда герои прыгают с небоскребов, на каких-то... У меня в первой книге герой взорвал самолет, да, и так далее, и так далее. И, конечно, здесь нужны деньги, здесь нужен масштаб. Как бы... Вот, ну, из кого бы я начала, это, наверное, моя самая первая книга, и по отзывам Аня Декруа, это такой самый легкий роман, но он самый яркий, наверное, с тем. Ну и «Темная комната», там тоже все очень здорово. Спасибо. Друзья, на самом деле, сегодня у нас на встрече я задаю вопросы не только я, если у вас есть вопрос, да, который вы хотите задать, то я с удовольствием дам вам микрофон. Лучшие вопросы получат... Ну, вернее, авторы лучших вопросов получат промокод, и можно будет скачать любую книгу на Алитресе. Яна, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот вы сказали, что порой и в личку пишут, и везде, и вот как бы... То есть коммуникация такая вот с подписчиками, с читателями есть. У меня, по крайней мере, пока так. До тех пор, пока я вот регулярно, вот сейчас на данный момент я роман, который пишу, выкладываю раз в неделю, по-главному. Значит, ну, лайки прилетают, но тишина. Но стоит мне забыть выложить главу, или вот как сейчас я уехала на выставку, и пропустила день. Личка забита, вопли, крики, где глава, дай, что там дальше? Я говорю, ну а что ж вы как бы... Раньше-то не озвучивали, я не знала, что вы меня читаете-то. Вот как вот добиться того, чтобы и читали как бы, и не только читали, но еще и как бы писали, чтобы ты знал какую-то обратную связь имел? Вот как вот это сделать? Есть какой-то секрет такой? Ну, во-первых, я бы не... Да, они пишут, но я бы не ориентировалась в любом случае на мнение читателя полноценно, потому что читатель, он выскажет свое мнение, но он хочет увидеть вашу историю. Ну, скажем, я вижу, мне доступен на Литресе мой кабинет, да, и я вижу, ну, скажем, по количеству покупок и продаж, да, как бы... Да, вот. Ну, я вижу это так. Ну... Чаще всего самые преданные читатели, они молчат. Они молчат, но когда выходит твоя новинка, она еще не успевает просто быть опубликована, и уже идут покупки, да, то есть как бы... И вот ты понимаешь, что... И поэтому... Ну, да, ты здесь один. В любом случае один. Нужно ориентироваться просто на себя, на свою душу и на то, что хочешь написать. Вот и все. Яна хотел спросить, а как вот проходит обычный ваш день в плане того соотношения, сколько вы времени уделяете, соответственно, творчеству, а сколько просто времени для себя, какие у вас там, может быть, хобби, чем вы занимаетесь, когда не пишете? Ну, сейчас у меня такой очень переходный период, но на самом деле я стараюсь каждый день писать, и одновременно... Ну, просто дело в том, что я пишу одновременно сразу... Вот сейчас две книги, до этого было три книги, да, как бы и времени особо нет, и, к сожалению, писатель — это такая, я бы сказала, это болезнь, да, потому что бывает так, что вот ночью оно все пришло, ты всю ночь пишешь, а потом день ты спишь, и гулять тебе... А потом дождь пошел, да, и какие-то... Ну, то есть ты зависим от этого. Пока это состояние не пройдет, заниматься чем-то, пойти на какую-то учебу, еще что-то довольно сложно, потому что ты сам от себя... Сам себе не принадлежишь. Да, если подумать о романе как о блюде, то вот какие главные ингредиенты того, чтобы всем он понравился, и чтобы все нашли его очень увлекательным и интересным? Ну, вот для начинающих писателей, наверное, могу сказать так, поскольку я пишу уже года, наверное, три, да, получается, и за это время 30 романов, вот, во-первых, нужно писать от души. У меня был момент, когда я на все обиделась, и я думала, ну все, сейчас напишу, просто вот ничего не получилось, да, это была единственная брошенная мною книга, и самый главный ингредиент нужно писать от души, и только то, что хочешь ты. Аудитория, если сегодня она не готова, к этому, она будет, рано или поздно она тебя найдет, да, это главный ингредиент. Второе, это заканчивать свои книги, потому что есть такие авторы, которые, к сожалению, не заканчивают, да, то есть, и на меня постоянно, я почему-то говорю, на меня без конца ругались, поначалу, вот пока ко мне не привыкли, на какой-то, наверное, десятой или пятнадцатой книге, и уже просто стали доверять, то есть, если я куда-то пропадаю, то, ну, значит, она заболела там, или так далее, главный ингредиент заканчивать, и заканчивать достойно, а не так, что на половине книги мне надоело писать, и сейчас я быстренько все это убью героя, там, не знаю, еще что-то сделаю, и мы на этом закончим, да, то есть, так тоже делать нельзя, потому что нужно понимать, книга потом будет жить все время, да. третий, ну, не знаю, а что может быть еще третий, наверное, проработать каждого героя и не осмотреть на него поверхностно, читатель должен погрузиться в это, да, то есть, ты должен не забыть описать, что вот он, не знаю, допустим, он неудачник, да, он каждый день выходит и вступает в одну и ту же лужу, у него там, не знаю, рваные ботинки, и кто-то его там постоянно опаздывает на работу, еще что-то, да, то есть, вот такими какими-то мелочами обязательно погружать читателя в сюжет. Многие начинают, но идут вот по верхам, забывая об этом, вот он пришел, пошел, и все, да, как бы нет, то есть, эта книга должна жить, она должна дышать, ну, вот все три ингредиента. Да, спасибо. Друзья, если есть еще вопрос, я готов дать микрофон. Здравствуйте, Яна. Здравствуйте. Скажите такой вопрос, есть ли среди именно ваших книг у вас, как бы, книга-любимчик, ну, которая вам нравится больше всего, и если есть, то почему? Спасибо. Хороший вопрос. Ну, на самом деле, сама я люблю новый жанр, я не знаю, не все к этому готовы, как лет 10 назад не были готовы к тому, что ввели БДСМ, да, сейчас поднимается популярность жанра яой слэш. Это где, ну, грубо, то, что говорит Википедия, это когда девочка пишет о любви мальчика к мальчику. Почему так? Потому что, как сказала моя подруга, Яна, вот, когда я читаю просто любовный роман, я всегда думаю, себя ассоциирую с, сопоставляю с главной героиней, да, я думаю, ой, мне надо похудеть, ой, я не такая классная, как героиня, все. А здесь ты просто читаешь про двух идеальных мужиков и про любовь, все. То есть и ты отключаешься полностью, настолько тебя это выключает, что что бы в жизни не происходило, ты там плаваешь, да. И для меня, как для женщины, сегодня, наверное, вот все мои, сейчас уже шесть книжек в этом, являются любимыми. Вот в связи с этим у меня вопрос родился. Как вы относитесь к тому, что у нас в России современные реалии, то, что вот однополые отношения, как бы Россия готова это принять, или это все-таки мы страна традиционных ценностей, и как бы это надо, даже если у кого-то что-то есть, то это надо скрывать. Я вам открою такой небольшой секрет, что Россия, как я, я тоже не знала об этом жанре, мне его открыла подруга, и когда я зашла, то есть он существует больше в аниме, да, и на самом деле русскоязычная аудитория, там уже миллионы, и давно, и много лет, да, об этом не говорят. Но оно есть. И я туда пришла далеко не новичком, поэтому Россия готова, все готовы. И здесь, понимаете, вопрос как, я бы не говорила, это так, там, Россия готова к чему. Это девчонки читают, это девчонское чтиво, такое запретное, закрытое, там где-то под одеялом, и это не пишется для мальчиков. Мальчики этого не понимают. Вот у меня есть знакомый автор, он тоже пишет, знаешь, мужчина, и мы первый раз с ним столкнулись, он пришел на мою книжку, сказал, что это вообще невозможно читать, что это за сопли такие, какие-то, что это за романтика, у меня все нормально, да, и как бы еще наши читатели поругались между собой, вам потом поделились. Вот, так что на самом деле все ко всему готовы. Вопрос, то, о чем мы молчим, 10 лет назад мы молчали, а БДСМ были закрыты, и клубы, и люди этого не воспринимали. Потом это все вышло на широкие экраны, да, и все сказали, ну окей, раз на экране есть, значит я тоже могу принимать. Мы никого не, никто никого не перевоспитывает, и ничего такого нет, это просто удовольствие. и для девчонок, наверное, здесь, это для тех, у кого проблема с общением с мужчинами, опять-таки, где-то, да, есть возможность понять мужчину с другой стороны, не только с той стороны, когда он как-то, как с тобой должен общаться, как по отношению, ну как к женщине, не знаю, это очень трудно объяснить, да, но я стараюсь показать, поскольку я сама живу всю жизнь среди мужчин, да, и вижу этот мир немножко с другой стороны, и объяснить, что вот когда ты говоришь, он мне должен, он там должен прийти, сделать дома то-то, 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 там ребенка вырастить, дом построить, сад посадить и так далее, не всегда это так, у мужчины тоже есть чувства, и о них можно узнать вот из таких вот, по-другому увидеть, наверное. Да, очень интересно, спасибо за этот рассказ. Друзья, еще есть вопросы? У нас есть время, да, задать. Вот скажите, читая книги других авторов, ну или смотря фильмы в вашем жанре, часто возникает чувство, хочется что-то исправить, что-то не так, я бы сделала лучше, ну и вот. Ну конечно, всегда. Любой автор, он эгоист, ну любой человек эгоист, и конечно мы хотим видеть то, что как нам хорошо, но я вот сейчас учусь, доставляю себя все досмотреть до конца и понять, может быть, этого автора, увидеть его точку зрения. Да, время немалимо бежит, хотелось бы в завершении встречи попросить рассказать о вот ближайших творческих планах, что будет в этом году, может быть, есть уже, что будет в следующем. В этом году сейчас пишется роман «Без вести», и я планирую, что это детективный роман про писателя и девушку, которая руководит группой добровольцев, которые ищут пропавших без вести. Кстати, в России такая компания тоже есть, называется Лиза Аллер, то есть очень бы хотелось это все затронуть. Это будет серия, потом, естественно, продолжаем слэш по просьбам читателей, и, в принципе, новинки у меня появляются каждый второй месяц. Естественно, эротическая литература пойдет дальше, дальше, нам же надо как-то развлекаться. Спасибо большое за интересный рассказ, за беседу. Да, друзья, на этом встреча подошла к концу. Спасибо вам, до новых встреч. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok